Вы хотите такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России? Это не интеграция, это инкорпорация. Беларусь простреливается со всех сторон. Неделя выдалась исторической. Она ознаменовалась крутой сменой государевой риторики в отношении интеграции с Россией. На встрече с работниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Александр Лукашенко по просьбам трудящихся, естественно, выдал секреты переговоров с Владимиром Путиным. Их итогом, напомним, стало то, что Беларусь будет покупать нефть у России по мировой цене. А белорусская сторона настаивала, что цена на энергоносители для Синеокой должна быть внутри российской. Я Путину прямо сказал, говорю, нефть вы должны продавать нам дешевле, потому что вы родные, потому что мы бурили скважины, потому что мы рядом. Но Путина эти аргументы не пробили. Лукашенко признался, что Беларуси выдвинули условия в обмен на равные цены войти в состав России. Вы хотите такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России? Сто двадцать процентов скажут нет. Но самое удивительное, что россияне и письма мне пишут, говорят, ни в коем случае в состав России не входите. А ведь еще недавно Лукашенко заявлял. Мы готовы к сотрудничеству с нашей Россией, братской Россией, настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Ну ладно, раз просят не входить, не будем. Тем более, что в Синеокой, по уверению, Лукашенко лучше, чем в России. Нормальные, средние люди в России, они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Тема поглощения, убеждает Лукашенко, закрыта. Он даже пофантазировал о том времени, когда Беларусь будет, а он президентом нет. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь вот на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Правда, за это придется заплатить. Белорусский президент пафосно объяснил, почему будет покупаться не только российская нефть. Хотя это и существенно дороже. Мне Путин задает вопрос, слушай, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год, 31 декабря, в 12 часов ночи не стоять на коленях. А еще Лукашенко пригрозил Путину при необходимости начать отбор нефти из транзитной трубы или забрать одну ветку нефтепровода «Дружба» для реверса из Польши. Но, несмотря на все это, Лукашенко и Путин договорились и дальше работать по интеграции. Правда, опять может так статься, что Минск и Москва по-разному это трактуют. Всякие политические, наднациональные органы, объединения, как предлагалась 31-я карта, я сказал, мы это не обсуждаем. Путин со мной согласился. Поэтому это чисто экономические вопросы по интеграции. Но по настоящей интеграции. А не так, как плявузгуют в средствах массовой информации России. Они понимают интеграцию, поглощение Беларуси в России. Это не интеграция, это инкорпорация. На это я никогда не пойду. Спасибо вам большое. А ведь недавно разговоры об объединении с Россией Лукашенко называл... Очень глупыми, притянутыми за уши. Мы с президентом России однозначно, единогласно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет об объединении. Российским медиа досталось от Александра Лукашенко и на совещании с руководителями главных белорусских гос.СМИ. Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они. Там фейковое изложение той или иной темы. Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию. Информационное поле для белорусского президента – это война, на которой даже союзники в спину стреляют. Средства массовой информации Лукашенко назвал оружием массового поражения. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане белорус простреливается со всех сторон. На этом фоне и сам Александр Лукашенко взялся за оружие. Пока за биатлонную винтовку. Да не простую, а именную. Инспектируя Раубича накануне чемпионата Европы, глава государства и на лыжах покатался, и пострелял. Фамилия? Фамилия? Фамилия –